Привет! Наверное, все умеют готовить лапшу. Но сегодня я не буду просто лапшу готовить, а буду готовить лапшу для чак-чак. Там особо ничего нового, но как я ее делаю? Покажу и вам. Поехали! Я взяла два вот таких полных стакана муки. Чуть-чуть еще взяла. Вдруг понадобится шипот соли. Добавляю яйца. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь все вымешиваем, как обычное тесто. Сюда не нужно ни воды, ни молока, ничего. Хоть у нас лапша будет сладкая, и сахар тоже сюда не нужно. Но все поочередно. Вот у нас получилось вот такое колобочек. Тесто, в принципе, уже готово. Можно и не добавить, но я всегда добавляю чуть-чуть масла на руку, чтобы все собрать со стенок муки, крошки. Итог. Вот у нас получилась вот такая эластичная, податливая тесто. Оставляем ее отдохнуть и занимаемся своими делами. Теперь разделяем тесто. Я уже разделила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня шариков получилось разноразмерных. И будем раскатывать их в тонкие пласты. Насыпаем мукой поверхность, где будем раскатывать. И начали. Сколько там примерно? Миллиметр, полмиллиметра. Чем тоньше, тем лучше. Там минимально допустимое. Можно я пощупываю, где тут краешек? Можно. Меньше миллиметра. Я вижу, она еще и собирается. Ты его раскатываешь, и оно снова пучкуется. Ну, упругость имею в виду тесто. Впечатляющее. А прозрачное, видно, лежало на коврике. Там же рисунок. Теперь оставляем это чуть-чуть подсохнуть. Раскатываем пока все лепешки. Я отстилю платочек из муки. Вот так оставляю. Порачиваю трубочку и буду разрезать соломкой. Ну вот, в итоге. Сейчас должно получиться вот такой вот. Где-то миллиметра три-четыре. Или второй вариант. Если трубочкой вам неудобно, как мне, делаем так. Ставим друг на друга. Дай, пожалуйста, нож. И режем соломкой. Количество способов нарезки в зависимости от богатства фантазии. Да. Как удобно. Длина готового как-то рекламирования. Человек решается. То есть вот это если развернуть, получается длинное. Я уже разверну. Вот. Сейчас я издалека сниму. Сантиметров 20-25. Можно маленькие, можно большие. Что-то сегодня мне вот так захотелось. Обычно я тоже мелкие делаю. Ну, располагать человек временем или нет. Тоже зависит. Теперь берем. Конечно, у нас должно быть кипящее масло. И небольшими количествами. Пусть к нашу лапшичку. Вот туда. Только небольшими. А вот заранее подготовьте еще от муки освободить. Вот так слегка. А что у нас тут происходит? Вот у нас происходят чудеса. У нас уже заводится. Он не должен сгореть. И он не должен быть сильно пережаренным. Ну и подготовьте вам подносик. Любую посуду со стелемами. Даже я перебухала. Сейчас хорошо видно, что он окраску сменил на золотистое немножко. Не как у картошки фри, а вот именно такой, как мука поджаренная. Будем мед делать. У меня тут полкилограмма карамелек и полчашки воды. 100 грамм воды. Вот итог у нас. Я сюда добавила обжаренный кунжут, обжаренные семечки. Количество сами выбирайте. И обжаренный, как же это называется, семена? Конопляное семя. Конопляное семя. Обжарьте, ну да. Сама в Чуийскую долину ездила. И мед, когда будет готов, помешаем. Можно же натурально, в принципе. Можно, можно. Все можно. Тут фантазии. Помешали это все вот так вот. Когда мед будет готов, ты его зальешь сверху, да? Залью и помешаю. Попитается и вот тебе вкусняйте, нанесу светлое. Ладно, так и будем посмотреть. Как мы проверяем мед. Берем. Он еще, по-моему, не готов. Если тут собирается, не совсем хорошо собирается, вот, почти. Надо руки замочить, потому что это горячо. И помешать где-то хорошенько. Ой. Мочи руки. Или можно ложкой. Немножко так качественно не получится. Почтай, подержи. Подержи. Вкусная. Очень опасная сладость. Кто на диете, лучше не пробовать. Диета пойдет не ту сторону. Попробуй. Хорошо, что я не на диете. 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 Продолжение следует...